В Заинске заканчивается череда встреч руководства района с жителями микрорайонов города. Эти встречи, в том числе и в сельских поселениях, начались в начале февраля. 12 марта в зале школы номер 7 прошел сход жителей микрорайонов Асдвиженко и Кармалка. Глава района Разив Каримов рассказал об итогах социально-экономического развития в 2017 году и перспективах развития района. По итогам года Заинский муниципальный район показал хорошие результаты. По выработке товарной продукции по отношению к 2016 году мы приросли на 4%. И в целом выработка товарной продукции составила 34 миллиарда рублей. Это уже солидная сумма. Мы девятая экономика. Мы сохраняем эту позицию, несмотря на то, что очень много изменений в республике самой. Мы, конечно, конкурировать с Челнами, с Нижнекамским, с Альмитским не сможем. Но в то же время свое развитие, вектор развития Заинска должна быть определена. И она есть. Глава района отметил неплохие результаты работы промышленной сферы, достижения в сельском хозяйстве, в социальной сфере. В этом году в городе масштабные проекты будут продолжены. Это коснется реконструкции ЦРБ, строительства и благоустройства парковых зон дорожного строительства. Большие перемены ждут и сельские поселения. Многое, что было начато в прошлом году, получит продолжение. В этом году продолжим освещение трассы, которые в том году от путепровода до моста сделали освещение. В этом году продолжим от этого участка до развилки, так скажем, набережной Челны-Сарманово, Заинск-2. И продолжим в перспективе до самого Заинска-2, чтобы вот эта вся трасса была у нас светлая. С отчетными докладами выступили перед жителями и руководителей служб жизнеобеспечения района. Жители имели возможность задать свои вопросы.